Представлюсь Кораблин Александр. Наш сегодняшний семинар это продолжение предыдущего, который был у нас посвящен тестированию. Использовалось G-Unit для тестирования модульного. Сегодня есть такое желание, ну скажем так, посмотреть альтернативную библиотеку. Называется TestNG. Естественно, разбирать для себя, зачем нужно модульное тестирование, мы не будем подробно, естественно. Но в двух словах понятно, что любой написанный функционал требует тщательной проверки, если это серьезное приложение, а не какая-то там курсовая работа. Поэтому наша задача, если есть тысяча функций, проверить ее работоспособность всей этой библиотеки. А проверить работоспособность это не значит, что на каждый метод нужно написать один тест хотя бы. Их может быть и больше. Получается, такое гигантское количество тестов требует, вот у нас здесь минус. У нас, соответственно, есть некий минус, который говорит о том, что трудоемкость написания этих тестов очень велика. И если мы не используем какую-то систему автоматизации, написания самих тестов, не используем какую-то систему для того, чтобы мы могли исполнять тесты, фиксировать результаты тесты, а как-то все это намного упростить настройку в этих тестах и так далее. Конечно, это будет дополнительный, очень объемный труд. И это труд, который должен выполнять программист. Поэтому существуют достаточно давно уже разные системы модульного тестирования. Одна из них, которую мы сегодня будем разбирать, называется TestNG. Можно совершенно спокойно зайти на их сайт. Есть у них свой сайт, называется TestNG.org. Соответственно, здесь вы увидите расшифровку этого NG, это Next Generation. И здесь же можно достаточно легко в разделе документов каких-нибудь делать у нас документация. Вот, пожалуйста, ну скажем так, небольшой справочник по тем возможностям, которые данный вариант модульного тестирования имеет. Итак, давайте смотреть, что может нам предложить TestNG. Первый момент очень положительный. Так же, как и G-Unit, TestNG интегрирован в NetBeans. Поэтому специально что-то там устанавливать, скачивать, кроме документации, чтобы ознакомиться, ничего не требуется. У меня здесь есть уже запущенная среда NetBeans. Естественно, брал я последнюю версию, ну или там одну из последних, 8.2. И давайте мы, естественно, чтобы что-то тестировать, нужно, чтобы у нас был какой-то код быстренько. Поэтому здесь мы сгенерируем новый проект на Java. Назовем его как угодно Java 1. И вот пусть будет некий проект у нас сделан. Соответственно, можем внутри вот этого сгенерированного класса, чтобы не терять, скажем так, не писать что-то дополнительное, специальное. Давайте мы сюда напишем пару методов, очень быстро копипастом, естественно. Что мы будем тестировать абсолютно неважно. Идея состоит именно в том, чтобы на данном семинаре показать возможности самого фреймворка TestNG. Итак, методы обычные два выбираем. Соответственно, метод, который будет складывать пару чисел, вычитать пару чисел. Может быть, потом мы сделаем еще один какой-нибудь класс, который тоже понадобится тестировать. Итак, хорошо, у нас есть метод RAS, который будет возвращать нам сумму этих чисел. У нас есть второй метод. Наверное, разумно предположить, что пусть он находит и разность. Еще дополнительно хватит нам этих методов. Соответственно, предположим, что так как мы делали все это быстро, горел у нас под ногами, да, проект, земля. И мы использовали копипаст, вот и получилось, что у нас вычитание реализовано так же, как сложение. Все. Вот мы все, что хотели пока для себя реализовали. Далее. Далее дело за модульным тестированием. Предлагается для этого здесь поступить так, в NetBeans. Мы добавляем к этому проекту новый элемент. Смотрите. Значит, что у нас здесь есть. Проект. Называется Java 1. Нажимаю на нем правой кнопочкой. Новый элемент. Выбираем другой. И в списке элементов мы можем найти модульное тестирование. Ну, unit test. Смотрите. Видите, интегрирован в Binz пакет, естественно, G-unit, который мы в прошлый раз посмотрели его возможности. И вот он, пожалуйста, test ng. А здесь представлено два варианта. Ну, давайте мы начнем с простейшего. Выбираем test ng. Нажимаем next. Нам предлагает придумать имя. Ну, заканчивается там на слово test. Пусть будет заканчиваться на test ng. Начинается с test ng. А что мы там проверяем? Какой у нас там класс? Класс-то какой-то был без имени. Ну, пусть это будет математика, масс. Вообще, мы не обязаны делать название класса, который будет тестировать. Ну, в идеале, конечно, он должен быть похож на то, что мы тестируем по названию, чтобы нам было проще сориентироваться. Да, ну, давайте, ладно. Чтобы был похож, все-таки сделаем Java 1. А то это как-то выглядит неправильно. Package. Наверное, нам разумно создать какой-нибудь package. Ну, test, наверное. И пока вот на этот нижний элемент, который предлагает здесь что-то нам сгенерировать, какой-то код, какие-то финализаторы, там какие-то, видите, да? Но давайте мы комментарии от всего этого откажемся. Может быть, пока нам это все и не пригодится. Так, test инициализатор. Тест финализатор. Нет, не нужно. Хотя, может, один из них какой-нибудь оставим. Так, хорошо. Все. Итак, вот мы получили, естественно, пустую, по сути, заготовку. Обратите внимание, что у нас подключены необходимые библиотеки уже были при добавлении элемента к проекту. Например, если посмотреть здесь в разделе test libraries, вы видите, подключена версия определенная, да? Самой этой библиотеки тест-тенге. Обычное подключение JDK у нас присутствует. И все это, все, что будет посвящено тестированию в отдельном, в отдельной папочке. Мы сделали еще специальный p-package тест, где весь этот код будет собран. Ну, для того, чтобы нам было удобнее организовывать проект. Нужен ли нам конструктор? Ну, мало ли. Но конструктор нужен в самой среде, потому что, чтобы выполнить тест, надо, соответственно, вы понимаете, создать объекты и вызывать методы на этом объекте. Так что пусть, может быть, ну, если мы уберем конструктор, понятно, что будет сгенерирован. Но мало ли, мало ли. Вдруг мы решим, что какая-то инициализация для этого класса, какие-то данные члены класса мы можем сюда со временем добавить. Так, пока не будем смотреть, что там написано before, after и так далее. Наша задача сейчас написать тестовый метод. Простейший тестовый метод должен быть, во-первых, public, чтобы его среда могла вызвать. Он void. И как мы его назовем? Разумно, конечно, называть его по имени того метода, который мы будем тестировать. Например, addTest. Хорошо. Без параметров здесь будет его реализация. Реализация, в общем-то, любого тестового метода, как обычно, состоит из трех этапов. Этап подготовки, выполнение теста и проверки. Так как я знаю, что я буду вызывать, и в классе Java 1 у меня, вы видите, методы все не статические. Может, их стоило бы сделать статическими, чтобы не усложнять объект, создавать классы. Давайте-ка мы сделаем еще и статик. Принципиально это ни на что не влияет, но нам придется меньше обращать внимание на создание этих объектов, которые, в принципе, нам абсолютно и не интересны. Так, все. Теперь я могу вызывать методы непосредственно. Единственное, что хочется еще сюда написать, импорт. Кстати, обратите внимание, восьмерка все-таки у нас используется Java. Есть возможность статически сделать импорт, что позволяет мне сказать, я хочу использовать package Java 1 и класс Java 1 и все его методы. И теперь мне даже для статических методов не надо писать Java 1. Кстати, точно так же подключен у них класс Assert, который нам еще пригодится. А это, получается, я могу вызывать просто это, видите. Вот оно будет вызываться. Ну, оно с парой параметров должно быть, это все понятно. Откуда я возьму параметры? Ну, разумно мне этим заняться самому. У меня должна быть одна входная величина. У меня должна быть вторая входная величина. Я знаю, что тестирую. У меня должен быть обязательно результат, который я заведомо вычислил какими-то там, используя какой-то там способ. А потом я получаю уже результат от тестируемого метода. Естественно, провожу сравнение. Так. Выполнил этап подготовки. Выполнил сам вызов тестируемой методы. И осталось проверить. А то, что нам вернул метод add, совпадает с заведомо известным эталонным каким-то значением. Вот для этого и нужен класс assert. Я специально напишу assert, хотя это не нужно. Он у нас подключен, импорт. Но зато в этом assert, когда я написал, поставил точку, вы увидите, что здесь огромное количество различных способов сравнения. Да, равно, не равно, там, истинно, ложь и так далее. Здесь вот этот набор гигантский. Причем только equals, вы увидите, сколько разных вариаций. С учетом там сообщения и так далее. Так как мы точно знаем, что это все подключено, я могу сразу писать assert. Что это пишу? Assert equals. Ну, что нам нужно? С тремя параметрами нам нужно. Нам нужно сравнить два значения, где они там. Первое, второе. И какой-то message нам нужен. Ну, так как найти практически невозможно, нужный нам вариант. В конце концов, какая разница? Мы сами напишем то, что нужно, и сработает перегрузка. Итак, я первым пишу то, что получил. Я пишу вторым параметром то, что эталонным является значением. И если результат не равен, equals мы же вызываем, то, соответственно, я могу здесь еще предусмотреть. Можно вообще ничего не писать больше. Он просто будет assert, сработать. Но я могу какой-то message для себя предусмотреть. Если я буду писать в лог результаты, тестирую, значит, увижу что-то внятное. В этом логе, естественно, можно использовать любую. Ну, шкирлилицу можно использовать. Ну, нам здесь килилица особо не нужна. Bet, bet, что у нас там? Суммирование происходит. Нет, bet, add. Ну, чтобы знать, какой метод нам дал плохой результат. Все, вот и все. Вы скажете, ну, и точно так же, наверное, надо протестировать. Ну, естественно, точно так же надо протестировать и второй. И точно так же все это протестировать. Так, здесь у нас будет называться вычитание. Пусть будет у нас вычитаться точно так же. Sub вызываем. Sub мы вызываем. Соответственно, из пятерки мы должны получить минус 2. Проверяем. Bet, sub напишем. Все, вот наши тесты готовы. Конечно, еще не до конца. Кое-чего не хватает. И остается сейчас сохранить. Попробовать запустить тестирование. Значит, запуск тестирования возможен разными вариантами. Можно на проекте правой кнопочкой щелкать. Можно здесь нажать правой кнопочкой, вот на имени файла. И тест файл. Это будет его запуск. Сейчас среда компилирует. Сейчас среда создает объект. Среда ищет тестовые методы. Она их вызывает. Если она идет, конечно. Давайте смотреть. Значит, сколько было выполнено тестов? Ноль. Видите? Ничего не было выполнено. Почему? А дело в том, что как среда поймет, какой метод является тестом? Ну, кроме того, что он должен быть паблик статик, он должен быть украшен специальной аннотацией. Вот список аннотаций. Давайте мы на них быстренько глянем. Это не здесь, а в документации, которую что, я случайно закрыл, что ли? Нет, должна она быть. Вот она. Список, список аннотаций. Покрупнее сейчас сделаю. Пожалуйста. Вот он. Здесь этот список аннотаций присутствует. Обратите внимание. У нас огромное количество аннотаций предлагает TextNG, которые позволяют нам окружить любой наш функционал before и after аннотациями. Кстати, если глянуть на слайды, точно такая же возможность была и в GUnit. Вот они, да? Before, after, before, after. Здесь больше. Может быть, это не такой большой плюс, но все-таки количество тоже имеет значение. Вы можете делать перед методом, перед классом, перед тестом, перед... Вы увидите, сколько вариантов. У нас, кстати, такой один метод, по-моему, присутствует. Я там галочку одну поставил. Вот он, пожалуйста, аннотация before class. Значит, естественно, когда создается объект класса TestNG Java 1, что-то до, что-то после, этот объект создается один раз, потом вызываются все тестовые методы внутри. Если нужно обозначить StartTest, окончание теста, здесь можно как раз вот в этих аннотациях необходимый код написать. Как метод называется, вы понимаете, неважно. Главное, что есть аннотация. И что получается? Любой тестовый метод должен быть тоже помечен аннотацией. Ну, естественно, аннотация... Народ не изобретал, а сделал очень понятную аннотацию теста. Вот такая аннотация. Все. Так как здесь по умолчанию подключена только одна аннотация, вот она в разделе, да, в импорте показана, но давайте сейчас, а давайте даже так сделаем. Поставим точку, и вот они все аннотации, видите. Какие-то из них устарели, какие-то там появились новые. Ну, вот наша аннотация тест, которая нам сейчас и нужна. Я подключу все аннотации, чтобы потом за ними не бегать. И каждый метод, который является тест, элементом модульного тестирования, он должен быть отмечен аннотацией тест. Все. Мы все, что нужно, поправили. Теперь нажимаем правой кнопочкой, и где наш тест-файл? Что-то как-то мне не нравится этот отчет. Output. Вот. Вот. В таком формате лучше. Это был у нас некий такой output, а это результат тестирования. В отдельном окошке. Видите, окошко называется, да? Тест резал. И мы можем в этом окошке четко увидеть, что у нас был запущен один тест. Время, которое выполнилось, это не так интересно для нашего, по крайней мере, варианта. Мы видим, что один тест выполнился, а один тест был провален. Здесь написано, один прошел, один провален. Какой был провален? Можно открыть информацию, повнимать, не вчитаться. Мы видим, что BATSAP, наше сообщение. И видим, что результат ожидается 2, а найдено 12. Можно прям кликнуть по этой строчке, которая failed. Вот. Мы прям перешли в этот assert, и нам говорят, вот, смотри, ожидается 2, а вернули тебе 12. Ну, естественно, дальше уже дело за программистом, который этот тест создавал. Ему придется открыть оригинал, изучить его, найти ошибку. И выполнить заново, тестируем. Чужина не хочет сразу открывать то, что нужно. О, видите, все, результат у нас теперь изменился. Написано, да, оба теста выполнились. Ну, ладно, пусть будет так. Если здесь посмотреть чуть повнимательнее, вот, с этой стороны, то здесь мы можем увидеть какую-то информацию, там, да, что у нас там было, сколько тестов, сколько было пропущено, сколько было ошибок. Ну, некая такая, опять же, суммарная информация, но немножко в другом формате. Пожалуйста, здесь можно включать, выключать, можно отключить удачный тест, оставить только тесты с ошибками. Ну, если тестов тысяча, наверное, об успехе не нужно тысячу раз рассказывать. Пожалуйста, вы видите, как легко и просто. Но точно так же легко и просто было и в GU. То, что здесь больше before-after, это не сильно, конечно, помогает. Кстати, одно отличие достаточно интересное есть. Дело в том, что в G-Unity мы могли делать, ну, скажем так, какие-то действия, какие-то тесты. Мы должны были наследовать от какого-то класса, что-то там переопределять. В test.ng практически все по максимуму сделано на базе аннотации. Вот эти все классы здесь тоже присутствуют в библиотеке, но наследовать, использовать эти классы не нужно. Обратите внимание, наш класс тестов от кого наследует? Не от кого. Наши методы просто содержат аннотацию. Все построено абсолютно на аннотации. Пока никаких преимуществ перед предыдущей технологией, которую мы разбирали G-Unity. Пока никаких. Но давайте мы попробуем второй вариант, который у нас есть в заготовках. Если мы возьмем проект, добавить другое, выберем юнит тестирования, то обратите внимание, здесь есть такая штука под названием набор тестов. Поэтому выберем его. Нам предлагают сгенерировать набор тестов. Пусть просто называется test.ng набор. Пэккедж, наверное, разумно выбрать тот же тестовый. Так и все. Нажимаем финиш. Если мы посмотрим сейчас, что мне было сгенерировано, то это выглядит очень интересно и оригинально. Дело в том, что нам был сгенерирован XML файл. Никакого Java кода, ничего не было. Все дело в том, что вот это понятие набор тестов здесь в технологии test.ng действительно и есть набор тестов. Он оформлен в виде XML файла, где вы сами задаете, что в набор входит. Понятно, что подобных я могу создать наборов сколько угодно. То есть я могу сейчас добавить 10 раз этот набор и каждый раз настроить абсолютно разный вариант, что я хочу сейчас в каких-то условиях запустить, проверить, протестировать. Любой можно совершенно сделать набор. И это все делается с помощью XML, не с помощью кода. Кстати, если будет интересно, посмотрите. В документации можно запускать этот XML, вот этот файл, который мы сделали, в командной строке. То есть можно сделать там какой-нибудь батничек или еще как-то иначе. Есть возможность из командной строки дать, скажем так, исполняющей системе на вход этот XML файл. И эти тесты, которые здесь были, она их отработает. Можно запускать и из Java кода. Есть класс, который так и называется, test.ng. Нужно создать объект от у класса, программно настроить что-то доходит. Но это неудобно и необязательно. Зачем мне писать код? Вот у меня есть XML, у меня есть среда, есть командная строка. Все это можно запустить. Давайте глянем на этот файл. В этом файле, который нам был сгенерирован, существует краневой элемент под названием suite. Ну пусть будет набор. В этот набор, пример здесь дам, в один кусочек закомментирован. Но важно, давайте я раскомментирую этот кусочек, чтобы было лучше видно. Итак, смотрите. Внутри набора могут быть поднаборы. Любое количество поднаборов в тегах test. И каждый из этих поднаборов, кроме своего имени, он имеет, что важно, свой список, что надо выполнять. Либо это может быть список классов, либо пэккеджи. Вот это интересно. То есть я могу сказать сразу, а давай весь пэккедж тест выполняй. А если у меня несколько пэккеджей, то каждой строчкой будет отдельный пэккедж. В данном случае нам так и сгенерировали. Сказали, а давай весь пэккедж тест будем выполнять. Если я сейчас в этот пэккедж тест сделаю два класса, вы понимаете, соответственно будет работать и то, и другое. Если я хочу по отдельности из разных пэккеджей набрать для теста несколько классов, то ради бога, вот перед вами вариант с классами. Но как раз мы с классами не будем усложнять. У нас есть пэккедж, замечательно. Мы сейчас еще один класс туда забросим и посмотрим, как это работает. Да, посмотрим, что это работает, потом добавим. Как это сделать? Правой кнопочкой тест файл. Все то же самое. Интерфейс тот же. Вот он заработал, вот он выполнился и два теста отработает. Пожалуйста. Я говорю, а что если у меня сейчас в пэккедж еще будет добавлен один тестовый класс? Так, как бы мне его побыстрее добавить? Ну, наверное, давайте все-таки его сгенерируем, потому что если мы его сейчас не сгенерируем, то там надо писать. Какая разница? Надо ему просто имя дать и все. Тест НГ. Пусть называется этот масс. Проверяем математику. Так. Ничего не надо мне писать, никакого дополнительного кода. Пэккедж подключен, ассерт подключен. Все сделано. Необходимо только бизнес-логику какую-то сюда добавить. Ну, а что, те же самые будем проверять и эды, и сабы. Все надо то же самое проверять. Может быть, нам второй код хочется сделать поумнее, чем был первый. Так, куда я пытаюсь добавить? Вот сюда надо добавлять. Пэстед код. Ну ладно, добавь что-нибудь. Анотацию она мне подключила. Среда вдумчиво проверяет. Следит за мной, чтобы я не ошибся. Хорошо. Итак, вот у меня, ну пусть тестовые методы называются как-то иначе. Там какой-нибудь будет ворк, какой-то другой рабочий вариант теста. Так. Ну, конечно, наверное, входные данные. Bad add in work. Ну, чтобы мы их могли различить. Где-нибудь надо ошибку сделать, чтобы мы видели, что все-таки один из них с ошибкой работает. Допустим, мы сами тут ошиблись, что-то тормознули и неправильно посчитали. Запускаем XML файл, тест файл. Ну, 4 теста должно отработать. Пожалуйста. Видите? Элементарно. Весь пэккедж. Весь пэккедж. Вот он провалился. Кто провалился? Ну, вот читаем. Ожидается 3, найдено 2. Ну, придется вернуться, пересчитать, проверить, кто ошибся. Тот, кто делал тест или тот, кто делал код. Правда, это один человек, по идее, да. Но в любом случае прекрасно работает XML. Вот такой возможности с помощью XML настраивать, какие будут выполнять. И очень гибко настраивать, потому что вы можете выбирать пэккеджи, классы. Но это, по сути, действительно очень интересная и выигрышная позиция. Как отключить какой-нибудь тест? Легко. Беру вот этот, отключаю. Понятно, что могу целый набор отключить, если бы я подключал в XML файле по классам. Но в данном случае моя задача отключить один из методов. И я не хочу стирать аннотацию. Я использую enable. Ну, естественно, true. Это по умолчанию. А если я поставлю false, то теперь этот тест выполняться не будет. Значит, сейчас у меня должно быть 3 теста. Один из них провален. Вот вижу 3. Один провален. Тот, который ожидается минус 3, а почему-то получается минус 2. Ну, вот, пожалуйста, достаточно легко. Это аннотация тест. И XML конфигурация позволяет мне управлять тестом. Если бы это было все, то мы бы сказали, ну, это же вроде бы как и не очень сильно. А дело в том, что я уберу, конечно, этот enable. У меня и так в тестах всего 4. Пусть исполняются все. Еще они пошли дальше. Вы можете каждому тесту назначить группу, которой он принадлежит. Вот она, группа. Ну, что такое группа? Ну, это, по сути, набор имен, которому определенный тест принадлежит. Изобретать имена особо сложные мы не будем. Допустим, этот тест принадлежит группе А. Покрупнее сделаем. Второй тест будет принадлежать группе B. Нужна нам третья группа. У нас есть для этого еще один файл. Вот он. Пусть этот принадлежит, соответственно, группе C. А первый принадлежит группе А и B. Здесь можно несколько, ну, мало ли. Может, он одно тестирует, а другой третье. Может, трем группам принадлежит. Это ради бога. Все. Вот у меня все тесты теперь еще и принадлежат группам. Естественно, сейчас, так как никто на эти группы никакую конфигурацию дополнительную не устанавливал, у меня, как было, все четыре теста исполняются. Но, давайте откроем XML файл. Вот теперь у нас появляется новая возможность здесь поиграться группами. Смотрите. Значит, где это надо писать? Это можно писать, вот этот новый тег. Ну, естественно, внутри корневого. Сьют, это понятно. Но он может быть прямо сразу после сьюта, вот здесь, допустим. А он может быть внутри раздела любого раздела тест. Тогда эта конфигурация будет относиться либо ко всем тестам, либо к конкретному тесту. И помните, каждый конкретный тест, вот этот раздел, каждый этот сьют, который корневым тегом лиц, и каждый конкретный класс, который выполняется, да, вы еще можете, если посмотреть документацию, сделать before, теперь становится понятно, кто это такие before. То есть я могу перед каждым тестом, перед каждым классом, перед каждой группой, которую мы сейчас делаем, сделать вот эти вот вызовы контрольные, которые там какую-то статистику могут писать в лоб, before, after. Так что они предусмотрели все абсолютные элементы, а наша задача сейчас группу добавить. Но так как у меня всего один тест, действительно всего один тест, мне без разницы, где писать группу. Ну пусть перед, ну пусть перед. А нет, ладно, так как он один внутри будет. Так, хорошо, что мы пишем? Открываем тег, группа, о, вот она, groups. Так, создали тег, поставили закрывающий, группа закрылась. Внутри этой группы, внутри этой группы, мы должны сказать, кто будет работать. Но это делается с помощью еще одного тега run, который может нам сейчас задать. Вот сюда список, кого надо будет, каких групп надо будет исполнять. Это тег, не понял, где тег. Тег include. А видите, еще можно исключить. Давайте пока вначале хоть что-нибудь включим. Итак, я ставлю include. Здесь, на закрывающий поставим. Будет так, в одну строчку реализован. Name параметр, да? Пожалуйста. Какая группа будет выполняться? Ну, а, например, ну и точно так же B, допустим, включу. Или C, какая разница? Ну, пусть C будет. Так, пожалуйста, все. Вот я сделал группу. Вот она группа. Я настроил группу для конкретного теста, который на пэккедже выполняется. Но теперь будет из этого пэккеджа только то, что A и C. Пробуем. A и C. Сколько у нас их там? B не выполняется. Как минимум, раз, три должно что-ли быть. Итак, пробуем. Да, три. Три. Вот они мы видим. Все прошли, кстати, да? Получается, что из Java 1, а из Mass у меня, ну да, как раз он в B, и он в этот раз не выполнен, он тот, который был с ошибкой. Ну, вы видите, один тест, мы совершенно спокойно исключили. Вот возможность создавать группу. Вы можете их настроить для каждого теста, для всей коллекции тестов в разделе Suite. И тем самым отсекать, включать, переключать. Если вы сделали группу внутри теста, вот как у меня как раз сейчас, почему я его и выбрал, вы можете делать подгруппы. Вот как. Подгруппы. Что это значит? А это значит, я могу, например, сделать группу, которая включает все тесты, группа, которая включает не все тесты, группа, да как угодно можно сделать. Смотрите, допустим, группс, сейчас мы это все переделаем. Значит, у меня внутри группы на самом деле будет подгруппа. Это делается с помощью Define. Я говорю, у меня будет такая определена подгруппа. Естественно, в подгруппе должен быть, должен быть закрывающий тег. Сделали. И в подгруппе, и имя надо дать обязательно, иначе как я потом буду ссылаться. На нее. Ну, не знаю, как ее назвать. Ну, пусть будет одна, все тесты будут в себя включать. Соответственно, All назовем. А значит, сюда надо просто поставить три инклюда, которые мы сейчас быстренько размножим. А, B. И еще сюда надо одну строчку скопировать. Все вот у нас, пожалуйста. Это все тесты А, Б, С. Все сделано. Но это одна группа. А я хочу еще, мне надо сразу, потому что быстро этим управлять можно было. Не вопрос, мне говорят, делай. Еще один Define делай. Ну, тут мы ускорим создание, естественно, руками. Чтобы это все было. А вот, например, я хочу А и С только. Все убираем одну строчку. Все, две группы. All и А, С. Define все закрываются. В Run теперь надо писать, какая группа будет выполняться. Поэтому include name не надо писать по отдельности. Теперь у меня есть более простой способ. Одной строчке могу написать. Например, в All. И должно быть четыре теста. Проверяем. Четыре, один провалился. А если поставить, соответственно, А, С, ну, понятно. Значит, должно быть без Б. Мы это тоже уже проходили. Должно работать без Б. Три успешных теста. Видите? Работает. Группа. Подгруппа. Но это уже серьезно. Уже вложенность. И когда вы сейчас задаете Run, вы можете, например, сказать, что группа должна быть All. И вдруг мы подумали и решили. А нет. Не весь All. А надо, например, сделать и исключение. И можно убрать что-то. Вот так. Вот так. И можно что-то отключить. Ну, например, кого я хочу отключить. Ну, допустим. Ну, All это все понятно, да? Я отключу, например... У меня там А, С есть. О. Я отключу Б. Значит, должны выполниться. Ну, вначале я говорю все, а потом говорю не Б. Вот смотрите. Как, кстати, интересно, вы думаете, если я запущу выполнить тесты А, С, вот этот вариант с группой А, С, и вариант, если я запущу All и Б. Exclude. Это одно и то же будет, и это будут разные наборы тестов выполниться. Вот А, С у меня сейчас на экране. Вот я запускал А, С, тогда до этого, вы видите, три теста было. А вот сейчас в варианте, в разделе Run, у меня лежит All минус Б. Ну, давайте проверим. Будет три, или это будет какое-то другое количество. Два. Совсем не три. То есть, получается, что вариант А, С и All минус Б, они разные. Ну, понятно, почему разные. Потому что А, С, я говорю, ты мне все тесты запусти, которые принадлежат группе А, и все запусти группе, которые С принадлежат. А вариант второй говорит, возьми все тесты и выкинь оттуда Б. А у меня есть тесты, которые попадают в две категории. Вот он, он и уходит отсюда, потому что он, он Б вычеркивается. Если взять второй тест, и там тоже есть один Б, это тоже вычеркивается. И остается один из той категории, один из другой. Вот у нас А остается, и из этого остается С, потому что этот вычеркивается. И всего два теста. Видите, из Java 1 и из Mass. Вот вариант исключения. Тоже достаточно интересная конструкция. Так что вот этот вот XML-овский вариант по управлению здесь дает очень великолепные возможности создать любые категории, группы, наборы тестов. Потом это все запускать и смотреть, как это работает. Так, что еще можно здесь показать? Точно так же, как в G-Unit, показывать не буду. Можно назначить в тесте, чтобы он срабатывал. Вот здесь вот если посмотреть тест, поставить запятую, то здесь есть exception, expected exception. Можно сказать, он должен завершиться, он может быть завершен успешно, только если появится исключение такого-то типа. То есть я могу контролировать выброс какого-то конкретного исключения. Специально, например, делаю некорректные параметры, и он должен выбросить определенные исключения именно этой тесте. Если он не выбросит исключения, соответственно, это будет проваленный тест. Еще очень интересная возможность. Здесь есть такая штука под названием dependent. Это в разделе dependent указывается другой тестовый метод, который тоже должен быть тестовым, который должен быть, если мы используем группы, он тоже должен попасть. И этот зависимый метод, что позволяет настройка сделать? Что зависимый метод будет вызван до моего тестового. То есть тот, кто указан в разделе dependent, тот метод, он вызывается раньше. А может, он что-то должен подготовить, может, какие-то там данные сформировать, а я потом запускаю тест, который эти данные использует. Так что мне нужно, чтобы логика вызова была определенная. А как они в классе тест вызываются? Сверху вниз? А если меня это не устраивает? А что я должен угадывать, какой должен быть раньше? Поэтому лучше лично задать с помощью соответствующего параметра кто от кого зависит. И тогда тот метод, от которого я завишу, будет вызываться первым. Можно зависимость сделать от целой группы методов. Но это, может быть, не так часто нужно. Но от одного метода зависимость очень и очень может оказаться полезной. Что мы еще сейчас попробуем сделать? Что мы посмотрим? А это вопрос такой. Что у меня за тестовые методы сейчас вызываются? Ну, во-первых, давайте я переключу на все. Хочу видеть old этот exclude уберу. Хочу видеть все. Их так у меня всего 4. И вариант такой. А почему у меня каждый из них вызывается один раз? Ну, а как вы еще хотели? Так и должно быть. Создается объект класса, вызываются все помеченные аннотации тест. А если хочу провести серию опытов? Или вопрос такой. А почему он у меня должен вызываться с хардкодом с параметрами? А что, я не могу здесь указать, что у него есть входные параметры как-то по-человечески сделать тест? Конечно могу. Конечно могу. Ради Бога. И еще он должен получить еще один параметр. Если уж быть до конца последовательным, то у нас должны быть все три параметра. Вот эти. А, Б, С. Я говорю, вот тебе входные. Вот такой должен быть результат проверять. И для того, чтобы это заработало, кто-то эти параметры должен передать. Кто? Аннотации. Здесь ответ на все простой. Параметр. Она называется. Параметр. Так. Написал. Скобочка открывается. Внутри пишется value. Соответственно, имена параметрам надо дать. Все это будет в фигурных скобочках через запятую. Соответственно, параметры называются так, как вы именовали ваши переменные. У нас есть А, у нас есть Б, у нас есть С. Странное имя. Сумма, что ли? Должен быть... Ну ладно. Так. Все? Так и все. Вот я закомментирую строчку. Теперь у меня они будут параметры здесь вот так задаваться. Скажите, откуда они возьмутся-то? Это пока всего лишь на всего красота в коде. Ну, типа, есть параметры, значения откуда берутся. Из XML. Все. Из XML. Где он? Вот XML. Вот наш тест. All я уже сделал. В самом начале этого тега я открываю. Пожалуйста. Parameters. Все. Закрываю тег. Сколько параметров? Три штуки. Ой, я не поторопился. Такое мне закрытие совершенно не нужно. Он в одну строчку хорошо вписывается. Параметр. У него есть имя. Имя, естественно, те, которые я там давал, это понятно. Значит, А. И тут же ему задается этот параметр value. Да, любое значение. Какая разница. Так. Все. Теперь я должен найти все три параметра. Все три параметра указать. Потому что иначе непонятно, кого и чего вызывать. Итак. что у нас получается. Ну, это B у нас, соответственно, надо поменять. Это у нас будет параметр S. Пусть будет три. Результат. А мы в какой метод это вообще написали? В сумму. Значит, здесь у нас будет сумма с параметрами. Это у нас идет sub. Ради бога, здесь вроде бы мы все сделали неправильно. Здесь, наконец, у нас есть какая-то сумма. И тут мы, наконец, сами разобрали, что были неправы. Значит, сейчас должно все выполниться. Все должно выполниться корректно. Все четыре. Но они главные, что выполнились все четыре. Вот обратите, первый из них выполняется с теми параметрами, которые мы задали в конфигурационном файле. Ну, тоже неплохо. Ну, тоже неплохо. Это уже получше. Не хардкодать. По крайней мере, изменить XML, который в командной строке можно запустить, да я могу варьировать параметры. Но согласитесь, один набор параметров, потом надо открывать XML-файл, ставить другой набор параметров. А если нужно провести тест на суммирование при разных двадцати входных значениях? Двадцать. Зачем я буду писать двадцать методов? Один метод разных двадцать наборов этих ABS. Вот что нужно сделать. Вот это нужно было бы сделать. И это можно сделать. Для этого мы должны взять наш файл с тестом, где есть метод с параметрами, и добавить в этот класс еще один метод. Этот метод public static этот метод должен возвращать массив объектов. Даже неправильно. Массив массивов. Как вы назовете это ваше личное дело? Тест дата, соответственно его реализация, здесь она сейчас и будет написана. Реализация такая, ну раз сказали, что мы должны возвращать, значит должны ну массив создавать object пара скобок и инициализация. У нас будут внешние скобки соответствовать внешнему массиву, а каждый элемент внутри это будет вложенный массив. Соответственно я, например, хочу провести тесты два раза. Соответственно два вложенных элемента. И каждый этот внутренний массив состоит из трех элементов. Почему? У меня три параметра должно передаваться. Значит я буду передавать параметры два, три, результат должен быть пять. Я буду передавать параметр минус шесть, четыре, результат соответственно предполагается получить минус два. Вот он, вот так. Да, вы понимаете, что в этом тест методе вы можете данные брать откуда угодно. Из файла, из subd, это ваше уже личное порчество. здесь хардкод сделан какой-то набор вариантов, но самое важное, как догадается инфраструктура тест-нг, что отсюда надо брать информацию? Никак не догадается, пока вы об этом не скажете. Для этого еще одна аннотация, которая называется data provider. Data provider надо дать имя. Если мы ему имя не дадим, он будет называться по имени метода test-data в моем случае. Ну, как-то лучше этим делом все-таки управлять, чтобы не было потом какой-то двусунеоднозначности data provider. Все, DP. Назвали его? Назвали. И кому этот data provider использует? А вот, вот этому, вот у него есть аннотация test, мы ставим запятую и добавляем продолжение data provider параметра. Мы говорим, а твой data provider будет DP. Выглядит неплохо. То есть, теперь данные, кстати, там я бы XML файли их оставил, да, ну, давайте, может, их не буду удалять, а что интересно она тогда скажет, если их там и так, и так есть. Видите, она отбросила 2, 3, 5, мне что, одинаковые что ли получились? Ну, это ни в какие ворота не лезет. 3, 3, 5, пусть будет с ошибкой. Итак, я запускаю тест-файл, во, вижу 3, 3, 5, видите, при наличии data provider она берет всю информацию, как написано в аннотации тест, написано же здесь, да, бери из data provider и она будет брать не из XML файла, а вот из этого метода, который у вас как data provider обозначен. Все, пожалуйста, вот этот один и тот же тест запускается дважды. Вы же понимаете, что вы можете любой массив вернуть, абсолютно любой, и тем самым data provider позволит вам один метод вызывать многократно. Последнее, что нужно будет вам, если будете этим подробно интересоваться, посмотреть, разобрать, здесь у нас есть возможность ставить ограничения на время. У параметра suite есть возможность указать тайм-аут, не вижу его здесь, вот он, тайм-аут. Можно у теста поставить тайм-аут, тем самым вы можете сказать, а этот тест должен выполниться за 10 миллисекунд, а этот весь набор должен выполниться за 10 секунд, то есть вы можете ограничивать. Вы можете еще управлять насколько для этой производительности, это именно задумано было как для производительности. Может быть, вы хотите в параллельных потоках выполнять, что в параллельных потоках. Каждый метод, можно каждый метод в параллельном потоке выполнять. Сколько потоков? Напишите. Можно в параллельных потоках выполнять каждый набор тест или каждый класс. То есть вам управлять, вам задавать, но это позволит, конечно, ну, скажем так, если это серверная какая-то оснастка, выполнить огромное количество тестов, может быть, более в таком производительном варианте. Этого возможности по времени ограничения ставить в G-Unit было, а вот это параллельное выполнение назначения числа потоков этого, ну, скажем так, в G-Unit, по крайней мере, то, что я смотрел, там этого не было. Так что это новая дополнительная возможность. Что еще для нас может быть интересным? Отчет. А где у нас отчет? А если я, например, не хочу, скажем так, вот, смотреть на это, да, я запускаю на ночь огромное количество тестов, потом хочу это все проанализировать, не вопрос. Тест NG имеет встроенные средства по, во-первых, он мониторит, логирует все события, которые происходят, начиная с, там, вызван метод, закончился метод, все это мониторится, и все это фиксируется. И второе, у него есть свой собственный отчет, репорт, который собирает некую статистику, выполнились успешно, не выполнились успешно, вот то, что мы сейчас видели на экране, все это на самом деле можно посмотреть и в, можно посмотреть и уже по, по окончанию теста в виде отдельного файла. Вот наш проект Java 1, здесь есть папочка тест, здесь есть папочка тест, и пожалуйста, нет, не то, build, в ней папочка тест, какая там дальше, результат, результат, вот, смотрите, вот сюда она сбрасывает этот отчет, значит, если мы запустим индекс HTML, то, пожалуйста, последний наш тест, вы видите, вот у нас результаты, было там у нас три группы, можем сказать, а, у нас были три группы, мы запускали один тест, у нас есть репорт, игнорированный метод, у нас такого не было, вот у нас там один провалился, ассерт видим, смотрите, отчет, это удобно, так, а если хотите, можно посмотреть а-ля отчет XML файл, по-моему, вот он, да, тест-резалт XML, ну, XML не так удобно запускать, но если вы хотите, можете, пожалуйста, этот XML, если он гигантский, XML, куда-то потом его сбросить, в какую-то среду, которая она, скажем так, в каком-то более удобоваримом варианте все это вам предоставит. Если вам это не нравится, как генерируется, как пишется, все это создается, то вы можете создать свой вариант, свой вариант логирования, свой вариант отчета. Для этого в документации, если мы посмотрим, на выглавление можно посмотреть, список есть, пожалуйста, здесь показано, вот он, listener свой собственный можно создать, и можно здесь делать, должно быть написано, можно сделать свой собственный отчет. Так что возможность, возможность изменить то, как это работает, вот он, наверное, да, listener и отчеты, все можно поменять, сделать по-своему. Это достаточно выглядит интересно, потому что, понимаете, в таком, в каком-то нашелском диске сохраненный вариант, если это большие объемные тесты, ночь выполняется, то, конечно, отчет в каком-то XML формате достаточно удобно посмотреть. и если посмотреть, сравнить, еще раз подумать с тем, что позволяет G-Unit, ну, например, в G-Unit такая была интересная вещь, которую мы разбирали в прошлый раз, там можно было использовать некие расширения. Допустим, я мог в G-Unit сказать, а дайте-ка мне дополнительно этот самый, как его, допустим, какой-нибудь фреймвок, который позволяет использовать эти самые моки, то есть я бы мог добавить G-Mock в фреймвок, подключить его к G-Unit и тем самым делать заглушки, используя интерфейсы, и потом проверять, срабатывает метод, вызывается нужный мне метод и так далее. И возникает вопрос, а здесь как быть с этим? А очень просто. Дело в том, что здесь они реализовали совместимость с G-Unit. Обратите внимание, вы можете все написанные вами ранее тесты с помощью G-Unit объединить в отдельный набор в XML, как обычно пишется тест, и просто указать G-Unit True. И соответственно в наборе тестов они будут тоже выполнены, их надо переписывать, они будут выполнены, тест NG имеет, увидев параметр G-Unit True, использует соответствующие библиотеки и выполнит эти тесты вместе с вашими написанными с использованием тест NG. Так что по сути это действительно некое дополнение более гибкое с более интересными настройками. Вы видели по параллельным вычислениям выполнениям этих тестов здесь есть интересные моменты. И в тест NG, ну вот например Data Provider это достаточно интересный механизм, который позволяет минимум кода, но написать повторное выполнение некоторых тестов пожалуйста сколько угодно раз. Что хочется сказать в завершении. Документацию вы видели, где найти ее сможете, но помните, что писать тесты это конечно интересно, но вначале нужно написать сам код, поэтому вы можете к нам обратиться, посмотреть какие интересные курсы по языкам программирования мы читаем, если что-то заинтересует, пожалуйста обращайтесь, записывайте наши менеджеры с вами будут рады пообщаться.